Преданные последователи секты Золотого Ока, издревле стремящиеся постичь глубочайшие истины Владыки Света, они будут омывать себя кровью неверующих до тех пор, пока не станут достойными. Империя сильно изменилась с начала эпохи, но не солдаты, они остались такими же умелыми и бесстрашными бойцами, жаждущими обрести спасение. Боевые жрицы, хранительницы праведного огня, которые в отличие от святых мстителей сбились с пути, их любовь к церкви и всеотца так велика, что они готовы пойти на все ради веры, буквально на все. Потомственные элементалисты оберегали империю со времен Инквизиции Седьмой Эпохи, это стойкие защитники, всегда готовые обрушить мощь стихий на любую угрозу его власти. Паладин благословляет собственный доспех и омывает его кровью неверных, для него доспех это храм, а он его паства. Процесс клеймления будущих жриц империи священными печатями долог и мучителен, лишь немногие переживают его, те же, кому это удается, перерождаются, обретая неутолимую жажду очищения мира от скверны. Охотницы на ведьм в числе тех, кто считает магию злом, правда, сами они используют магию, чтобы служить всеотцу, называя ее божественным вмешательством, но все остальные ведьмы, их следует сжигать заживо. Немногим удается пережить ритуал очищения грехов и стать святым мстителем. Отмеченные печатью света, они становятся посланниками великого защитника и самыми титулованными воинами церкви всеотца. Стать имперским убийцей из тайной бригады можно лишь родившись убийцами, и это заставляет задуматься, кто же был первым из них и как появилась на свет эта таинственная организация. Инквизиторы хотят от вас одного, верности истине всеотца. Они распознают ложь и чуют ересь с одного взгляда, звука или запаха, и как только это происходит, они безжалостно вырезают все нечистое под корень. Белые волшебницы нечасто покидают стены башни божественности и башни Мизраила, но горе тем грешникам, что встретят их. Ослепляющий свет их магии очищает мир своим обжигающим сиянием. В архимагах империи устрашают все, и их внешний вид, и огромная колдовская мощь. Если вы встретились с одним из них, спасаться уже слишком поздно. Титаны – это отвратительное подобие великанов, созданные империей с помощью зеркального ока. Тем не менее, драться они умеют, как и топтать, а еще рвать врагов на куски и крушить все на своем пути. Как поется в колыбельной, коль лукавый шепот или сильное дыхание слышишь ты, о спасении забудь. Белый дракон близко, пощады не жди. Карисандра почти не помнит своего детства, лишь туманные кошмарные образы, которые эхом доносятся из ее прошлого. Она хорошо помнит, как заботилась о других меченых жрецах, пока не отметили ее саму. Она помнит боль, крики и непреодолимое возвышенное чувство смирения, что поглотило ее, когда всеотец озарил ее своим светом. Воспоминания о юности, когда он был всего лишь учеником чародеи, мечтающим помочь своему народу, вызывают у Себастьяна улыбку. Он все еще хочет исполнить свою мечту и вернуть империи былую славу. Но сперва ему предстоит уничтожить вуали всех, кто бросит вызов истинной церкви.